Покупай ключи и аккаунты в магазине Механика. Быстро, четко и с гарантией. Ссылочка в описании. Всем привет дорогие друзья, с вами Механик и сегодня у нас BIMU G-Drive и как видите я подготовил для вас целых 5 прицепов, ну и еще свой типа груз здесь есть. Будем тестировать грузовики, смогут ли они сдвинуть 5 и более прицепов, то есть если сейчас у нас получится вот это, то можно будет поспаунить еще прицепов, еще добавить. Да, это все не быстро конечно, но тем не менее это мне кажется будет очень круто. Так, давайте наверное уже прицепим. Я не знаю честно, сможет ли этот грузовик сдвинуть это все с места или нет. Как видите здесь небольшой пригорочек, возможно это... Так, есть, есть зацеп. Так, ну что. Вроде как начинает все это дело двигаться. Офигеть, кстати. Просто офигеть, вы посмотрите. Прямо такой автопоезд настоящий, как в Австралии. Ёлки-палки, вот это да. И в принципе он может их двигать вполне себе уверенно. Вполне уверенно может двигать, смотрите сами. Я думал, что ему будет очень тяжело все это сдвинуть с места, но как видите, нет, он коптит, фигачит прямо так жестко, но тянет их. Так, давайте проверим все. Все ли прицепы у нас нормально, ровно сцеплены. На некоторых немного погнулись сцепки во время зацепа, но это все мелочи. Так, здесь у нас все целое, здесь все целое. Так, тут нормально. Вот, вот этот прицеп немного у нас косячный, как видите, тут сцепка погнута. Но если я его сейчас отключу и восстановлю, тогда придется все заново делать. Итак, давайте может быть еще один добавим прицепчик. Тогда отцепляем груз. Немножечко надо отъехать. И давайте заспауним еще один, еще один прицепчик. Почему-то я думал, что 5 это будет уже тяжело, потому что я 2 попробовал и 2 ему было реально тяжело тянуть. Но, как видите, 5 в принципе он справляется, вполне, вполне неплохо справляется. Честно, вот я думал, что он не сможет. Я очень сильно удивлен на самом деле. Так, давайте его как-то передвинем. Да, конечно, здесь есть небольшие нюансы. Все это не так просто делается, как хотелось бы, но мне кажется, оно того стоит. Ёлки-палки. Да давай, что ли, поверни сюда. Давай, 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 чувак, давай, крутись. Крутись, вертись. Сейчас, естественно, мы его восстановим, прицепим по-быстренькому и все будет нормально. Так, давай восстановим. Короче, надо сейчас его чуть-чуть назад просто еще отогнать и будет вообще отлично. Такс. Я бы мог все прицепы сюда подтянуть, но как бы... Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот это было, вот это было уже жестко, вот это было опасно на самом деле. Потому что чуть что, можно потерять всю эту сцепку, а вы понимаете, что это реально долго. Даже проклацать туда, это действительно, действительно все непросто. Так. Стоп. Тормозим. Я просто вот один раз вот так вот вам покажу, чтобы вы понимали вообще, что это такое. Да, кстати, ребят. Комментарий. Так, пожалуйста, пожалуйста, лишь бы все нормально сейчас было. Давай, цепляйся. И чуточку... Есть, есть, цепка у нас произошла. Короче, цепляем. Блин, это офигеть просто можно, просто офигеть можно. Хотел сказать о том, что комментарий без ответа и без лайков попадает в следующее видео. Так, давайте прицепим 6. 6 уже реально тяжелее получится на целый один прицеп. Капитан, очевидность. Так, давай, цепляйся. Как видите, ну чуть-чуть немножко тут подогнулось, там подогнулось. Но это все мелочи. Отлично. Ну что ж, пробуем. Я вижу, что он шлифует. Реально шлифует, ему реально тяжело. Не, ну, сами посудите, это... Это 6 прицепов. И свой еще груз. Это офигеть просто можно. Это просто офигеть можно. Я не знаю, стоит их вообще разгонять или нет. 25, 26, все. 20, даже 27 может быть. Ну-ка. Давайте как-то это все так вот поближе рассмотрим. Я даже прямо сейчас скринчик сделаю, потому что это офигенно. Ну, сами посмотрите, это пипец какой-то. Я до этого еще никогда не цеплял столько прицепов. Да и вообще, можно сказать, не особо-то цеплял прицепы. И мне кажется, нам нужен еще один, ребята. Давайте, давайте 7. Давайте попробуем 7. Так, опять-таки, убираем вот эту вот штуковину. Так, давайте, наверное, я найду сейчас первый прицеп самый. Это последний. Вот первый прицеп. И от него попробую сделать еще одну копию. Не знаю, будет ли он правильно расположен или придется опять его переворачивать. Конечно, вот эти перевороты, это, ну, это доставляет некие проблемы, но результат, мне кажется, он выше всего. Он реально офигенный. Как вы видите, здесь написано 40 футов. Сколько это в метрах, к сожалению, я не знаю, но, как вы видите, это достаточно большие прицепы. Я думаю, что метров, наверное, по 10 они примерно. Можно потом посмотреть после видео, сколько это 40 футов в метрах. Ну, обычно, сколько вот эти длинные прицепы, они 12 метров, по-моему. Контейнеры. Блин, да может тут... Ёлки-палки! Мазафака! Оторвал нахрен. Блин, вот дерьмо. Я оторвал тот прицеп. Этот уронил. Ну, ладно, ничего, сейчас быстренько все восстановлю. Быстренько сейчас все поставлю на колеса обратно. Короче, мне надо просто тот восстановить прицеп. Оторванный. Так, а где он? Где он оторван? Это вот он. Восстанавливаем его. Цепляем. Чикс. Отлично, произошла сцепка здесь. Так, ну и осталось нам, собственно, вот тот вот новый прицеп еще прицепить. Вот он стоит такой тут, как бедный родственник. Такой стоит и ждет, когда же мы уже его прицепим. Елки-палки. Ну, конечно, могли бы они сделать все это дело удобнее. Но, с другой стороны, с другой стороны, как говорится, без труда не вытянешь и рыбку из труда. Из пруда. Поэтому, я думаю, что все нормально. Итак, это у нас уже седьмой будет по счету прицеп. Как вы понимаете, это уже, ну, вообще не шутки, ребята. Семь прицепов плюс свой. Это офигеть просто можно. Не знаю. Я думаю, что все равно он сдвинет его с места. И у меня появилась вообще просто супер бредовая идея. А что, если его прицепить не к грузовику, а к какому-нибудь пикапу? Блин, если к пикапу прицепить, это же вообще будет жара просто. Так. Давай-ка, цепляй. Цепляй. Отлично. Отлично, все зацепилось. Короче, ребят, еще раз нам нужна машина. Я хочу попробовать пикап, реально. Мне кажется, что какой-нибудь пикап мощный. Типа, может быть, того же моего любимого биста. Может быть, он и сможет все это дело сдвинуть. Так. Или все-таки вот этот. Давайте, наверное, вот этот попробуем. Потому что он реально самый мощный, по-моему, из пикапов. По крайней мере, когда вот мы с вами тестировали. Так, я уже вижу небольшие. Так, а ты заднюю-то можешь включить вообще, нет? Уже вижу небольшие просадки FPS. Но, блин, это все-таки 7 прицепов. Плюс грузовик, плюс фура. Это уже серьезная нагрузка на самом-то деле. Так, ну что ж, давайте пробовать. Че, нет? Блин, жаль. Реально жаль, потому что было бы круто, мне кажется. Слушайте, а че, если... А можно вот так сделать, нет? Зацепятся они, потому что даже пояс так цепляется. Давай, давай, прицепись, пожалуйста. Там по-любому что-то должно быть какой-то зацеп спереди. Должен быть. Нет? Ну ладно. Жаль. Очень, очень жаль на самом деле. Я прям мечтал о том, чтобы зацепить все это дело за пикап. Это было бы вообще прямо супер космически. Так. Ну, погнали тогда цеплять седьмой прицепчик. Так, аккуратненько, аккуратно, аккуратно. Слушайте, ну я прям очень рад, что я выбрал именно эту фуру, потому что мне кажется, что другие могли бы не потянуть этот груз. А здесь... Да, она гнется, как будто, мне кажется, даже рама погнулась, потому что груз-то такой немаленький. Но, тем не менее, она выдерживает все это дело, ребята. Реально все это выдерживает. Ну что ж, погнали? Опа! Шлифует! Шлифует, мама! Очень тяжело. Очень тяжело ему. Пипец, как тяжело. Но он едет, реально едет. Колеса шлифуют. Вот это именно шлифует, прям очень сильно. Его видно, как оно шлифует. Хотя, вроде, скорость какую-то начинаю развивать. Так. Очень тяжелые вот эти переключения. Посмотрите, насколько, насколько сильно гнет раму у него. То есть, из-за вот этих прицепов раму гнет просто нереально. Именно вот за счет вот этой нагрузки. Ну и еще плюсом мы едем как бы в горку. Это тоже, я думаю, доставляет свои... И это неудобство. Как видите, переключаться он переключается, но скорость... Развить какую-то скорость на нем действительно сложно. Хотя вот 22 км в час уже было. И это, в принципе, это, конечно, маленькая скорость. Но с учетом того, что мы везем, это, мне кажется, вполне нормально. Это 7 прицепов и 8-й вот этот получается. Я думаю, что если еще один добавить, то все, он уже дальше не поедет. Ну, в плане, он, наверное, сдвинет их так же, вот как сейчас. Ну, прям совсем дальше не поедет. Так. У меня, конечно, есть прям вот это вот... Вот это дело. Мне хочется все-таки еще один попробовать. Давайте. Давайте, черт возьми, сделаем это. Давайте сделаем еще один прицеп. Ну, блин, это круто, ребят, согласитесь. Это прямо офигенно круто. Поэтому погнали. Еще один бахнем. Прям вот так вот. Вот все. Вот как есть, так и есть. Я думал, что он даже 5 не сдвинет. На самом деле, я думал, что это для него просто, ну, неподъемный груст, так сказать. Но нет. Просто посмотрите, что он творит. Он берет и делает это. Вообще без каких-либо... Ну, как, не то чтобы без проблем. Ну, есть, конечно, у него своего рода проблемы с этим. Но хотя бы учитывая то, что он это двигает, это офигеть можно. По сути, если считать еще свой прицеп, то вместе с этим получится сейчас уже сколько? Там 7, это 8, 9. 9 прицепов уже получится. Офигеть просто. Елки-палки. Нет, нет, чувак. Да блин, как же. Уже, короче, начинает немножечко подтормаживать. Так. Блин, ну давай же. Офигеть, он почему-то переворачивается. Как видите, все немножечко трясет здесь. Ну, ё-моё. Все, начались уже такие вот эти вот, ну, как сказать, ну, не то что проблемы прям, но уже жесткие неудобства, потому что действительно тяжело его как-то в смысле. Просто встань на колеса и все, чувак. Тебе ничего не просят такого прям сверхъестественного, просто на колеса надо встать. Постоянно вот эта камера, которая сама приближается. Я уже не знаю, как это можно сделать удобнее. Возможно, нужно было в редактор заходить. Возможно, в редакторе было бы поудобнее как-то это все сделать. Почему он переворачивается? Он пытается прям жестко перевернуться, но я не понимаю, почему. Как бы, ну, вы видите, что я его просто тяну назад. В чем вообще может быть проблема? Я же его не в сторону тяну никуда. Просто как бы назад тяну, но он пытается перевернуться. Черт возьми. Фух. Давай. Давай, блин. Давай, нам осталось совсем чуть-чуть. Черт возьми, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Давай. Вот. Стой. Стой. Стоять. Стоять, стоять, стоять. Так. Немножечко. Вот так вот мы сейчас отъедем. И теперь его надо как-то вбок еще перетянуть. И тогда, в принципе, практически все. Давай, цепляйся. Вот так вот. Вот так, да? Отлично. Отлично. Блин, это сколько у нас уже? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну что, давайте, наверное, еще один. Или попробуем сначала. Погнали, попробуем. Сможет или не сможет. Очень хотелось бы, чтобы смог. Потому что тут реально сейчас уже подъем в горку. Кадры немножечко прям уже так нормально просели. Немножечко нормально. Так, погнали, цепляйся. Да цепляйся. Цепляйся. Цепляйся, пожалуйста. В смысле? Ну ты можешь зацепиться, нет? Че-то ему не нравится, короче. Че, неужели нельзя? О, пошло. Пошло дело. Ну че, пробуем? Офигеть можно. Просто офигеть можно. Девять, девять прицепов, ребята. Девять прицепов. Просто огромнейший автопоезд. Нереально огромный автопоезд. Офигеть. Это просто чума. Это просто мега чума. Серьезно. Только гляньте на это дерьмо. Офигеть. Скорость стала еще меньше. Просто жесть. Ребята, это просто жесть. Это вообще, блин, законно? Это вообще, блин, законно? Это нормально? Какого фига? Так. Ну девять, девять прицепов. И эта штука их тянет. Как видите, они немножко изогнуты. Прям такой змейкой. Сейчас поеду вот по этой прямой, чтобы их немножечко выпрямить. Давайте, выпрямляйтесь уже. То скоро поворот начнется. Поворот нам нафиг не нужен. О, смотрите, пошел. Двадцать... Двадцать два километра в час. Это уже неплохо. Двадцать три даже мелькает просто местами. Так, еду пока по прямой. Блин, ну придется поворачивать. Офигеть, можно. Вы просто гляньте на это дерьмо, а? Ребята, просто гляньте на это дерьмо. Это, блин, девять разных прицепов. Сколько здесь пар колес? Офигеть, можно. Офигеть, просто можно. То есть у каждого прицепа получается по... Так, сколько колес-то? Блин, восемь. Четыре с одной, четыре с другой. Восемь. Мне еще по шестнадцать колес. Ну, типа спарки, если считать. По шестнадцать. Слишком много колес, короче. Не умею считать столько. Так, ну что, давайте еще чуть-чуть проедем. Мне бы в горку после этого еще... Ну, то есть не в горку, наоборот, с горки попробовать бы, мне кажется, было бы прикольно. Слушайте, ну это жара. Это реально жара. Это девять прицепов. Просто. Надо видос назвать, типа, сколько... Сколько с прицепов сможет утащить грузовик в BM&G Drive. Давай, едь, что ли ты? Давай, топи, пожалуйста. Все вообще не едет. Просто. А он еще в горку подъем. Просто чем выше горы, тем тяжелее машина. Практически тем ниже приора, но нет. Тем тяжелее машине ехать. И это очень-очень сильно заметно. Но я думаю, вы сами все прекрасно видите. Короче, ребят. Девять прицепов она смогла. Не хочу вас утомлять. Добавлением еще прицепов. Вот. А как бы, если бы я просто поставил тут, не знаю, 20 прицепов и начал бы снимать видео, это было бы достаточно скучно, как по мне. То есть, так я вам хотя бы показал, как это все происходило, как это все было на самом деле. Добавляя каждый прицеп, вы как бы тоже принимали участие в этом эксперименте. Ну что, ребят. Если вам понравилось, кстати, вот оно с горочки. Машина разогналась. 32 километра в час. Но не больше. Короче, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал. Присылайте ссылочку своему другу. И когда подпишетесь на канал, обязательно жмите колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Ну а на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok